МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Петрозаводск говорит и показывает, ставка аренды муниципального имущества не изменилась. Гора проблем у горнолыжного центра Горка. Поезд Славы поедет по Карелии. На телеканале Ника Плюс время новостей. В студии Дмитрий Николаев. Здравствуйте. Снижение арендных платежей за недвижимость. Благо для бизнеса или катастрофа для местного бюджета? Сегодня мэр Петрозаводска Галина Ширшина наложила вето на решение депутатов Петросовета о снижении ставки аренды муниципального имущества. Сегодня эту проблему обсуждали на круглом столе с участием бизнесменов и депутатов. Мнения разделились. Представители малого бизнеса обращаются в Петросовет. Повышение арендной платы в конце прошлого года привело к тому, что квадратный метр стал стоить в Петрозаводске 3700 рублей в месяц. Предприниматели считают стоимость неадекватно рыночной ситуации. Большинство тех, кто арендует городские помещения, это маленькие предприятия. Обувные, часовые, мастерские, парикмахерские, заявил председатель Петросовета. За счет низкой арендной платы они кормят свои семьи. Упала покупательская способность, упали у людей обороты, упала выручка. И в связи с этим было принято решение на сессии все-таки рассмотреть в сторону понижения или отмены того решения городского совета, которое поднимало ставку аренды. Уполномочены по правам предпринимателей. Елена Гнетова уверена, ставка должна быть адекватна рыночной ситуации. Есть случаи, когда суды вставали на сторону задолжавших предпринимателей, когда стоимость аренды была выше среднерыночной. Необходимо экономическое обоснование, которого не было, когда Петросовет принимал решение о стоимости аренды. Если у нас будет стоимость муниципального имущества гораздо выше, чем коммерческое имущество, то, конечно, предприниматели предпочтут все-таки арендовать коммерческое имущество, а муниципальное имущество, оно будет либо невостребовано, либо предприниматели понесут определенные убытки, поскольку им нужно будет как-то изменять свою деятельность. Администрация Петрозаводска при этом настаивает, что ставки нужно повышать. Поэтому мэр и наложила вето на последнее решение Петросовета о снижении ставок. Оно не успело даже вступить в силу. Сама мэр считает, что решение пролоббировали четыре депутата. Святослав Нефедов, Дмитрий Макеев, Сергей Ломакин и Дмитрий Ларионов. Глава города уверена, предприниматели зарабатывают за счет субаренды, делая бизнес из пересдачи собственности. К примеру, Святослав Нефедов арендует здание торгового центра «Ритм» на Куковке. Городской бюджет из-за снижения арендной ставки, заявляют городские власти, потеряет 18 миллионов рублей. Всевозможные баннеры, штендеры, растяжки, билборды и световые экраны превратились в настоящую городскую проблему. Но когда речь идет о звонкой монете, городские власти не собираются демонтировать нелегальные рекламные счеты. Большинство рекламных конструкций установлены в городе незаконно. Зачастую рекламодатели просто не желают проходить утомительную процедуру выдачи разрешения. Работа по демонтажу незаконных сооружений ведется не слишком активно. На то, чтобы одномоментно убрать все нелегальные объекты, нужно более 4 миллионов рублей. Кроме того, за часть билбордов Петрозаводск получает деньги в виде аренды за земельные участки, на которых они установлены. Мы можем снять все конструкции, но убьем бизнес и лишимся доходов, заявили порталу Петрозаводск, говорит в администрации города. Установить рекламу сейчас в столице Карелии можно только в тех местах, которые указаны на профильной схеме. Но эти места часто не пользуются спросом. В схему планируют внести ряд изменений с тем, чтобы востребованные места получили легальный статус. Владельцев горнолыжного комплекса «Горка» арбитражный суд оштрафовал на 250 тысяч рублей за то, что бизнесмены решили построить большой горнолыжный склон из строительных отходов. Предприниматели с решением суда не согласны, пытаются его оспорить. А пока суд доделал, выяснилось, что и ряд других объектов на территории комплекса был возведен незаконно, без разрешения городской администрации. Горнолыжный склон начал появляться два года назад. Эти фотографии петрозаводчанин Николай Лазарев сделал в мае 2013-го. Место узнать сложно, но можно. Вдали виднеется телевышка. Казалось бы, на фотографиях ничего странного. Горнолыжный комплекс ведь. Но горожане заметили, что поведение у строителей не спортивное. Свозят не только грунт, а отходы. Возмутило строительство и экологов. Как оказалось, строить начали без проекта и экспертизы. А значит, говорить, что объект безопасен, сложно. Если мы не имеем документов на каждую машину грунта с протоколом, что это за грунт, откуда он, какие его свойства, и какого-то контроля властей за этим, то мы получаем в итоге, что здесь все равно будут сваливаться отходы более или менее опасные. Что в итоге отразится и на катающихся с этой горки, и на всех, кто потребляет воду с Онежского озера. Потому что все это скатится в итоге в наш водоем, откуда у нас водозабор. Владельцы горки в неофициальном разговоре заявили, мол, подрядная организация, свозившая сюда грунт и отходы, виновата. А подрядчики посетовали, что круглосуточной охраны не было. А без охраны кто и что угодно мог сюда свести. Поскольку земли, на которых появилась возвышенность, городские, за комментариями мы обратились в администрацию Петрозаводска. Ответить нам согласились только письменно. Из информации мэрии следует, что участок, на котором появился склон, был выдан в аренду под благоустройство. То есть под устройство газонов, пешеходных дорожек, площадок отдыха с устройством малых архитектурных форм освещения. Горнолыжный склон – это объект капитального строительства, а значит, необходимо разрешение властей. Администрация его не выдавала. Более того, какие-либо документы, разрешающие строительство здания кафе-ресторана «Горка», коптильни, домиков для отдыха и детской площадки, на арендуемом ООО «Торговый дом ТЛК» и прилегающему к нему земельных участках администрации не выдавались, говорится в официальном ответе мэрии. Получается, что перед законом все равны, но кто-то равнее других и может пренебречь в данном случае градостроительным кодексом. Владельцы «Горки» на ситуацию смотрят с другой стороны. Считают, есть смягчающие их поступок обстоятельства. Мол, у компаний сложное финансовое и имущественное положение. Снега в последние зимы маловато, поэтому предоставлять услуги в сфере зимних видов спорта сложно, а сплошные убытки, в том числе для природы. Никто ведь не подсчитывал, сколько леса вырубили на городской территории и что с подземными водами попал обвода забор. Сейчас арбитражный суд Карелии оштрафовал предпринимателей на 250 тысяч рублей. Те пытаются решение оспорить, поэтому пока оно не вступило в законную силу. Кроме того, в городском суде рассматривается иск природоохранной прокуратуры о сносе склона. Пойдут ли на это бизнесмены? В мэрии заявляют, участок, выделенный первоначально под благоустройство, не переоформят под размещение спортивных объектов, пока предприниматели не погасят долги по аренде и не снесут самовольно построенные объекты. Предлагаем понаблюдать за этим процессом. Но даже если все, наконец, сделают по закону, ущерб, нанесенный природе, уже вряд ли поправишь. Юлия Кучеренко, Александр Борисов, телеканал Ника+. В Карельскую глубинку отправится творческий десант. Министерство культуры совместно с железнодорожниками отправляют в районы поезд славы. Акция посвящена 70-летию Победы. Поезд славы будет курсировать по Карелии с 4 по 7 мая на пути следований Кемь, Беломорск, Сегежа, Медвежегорск, Суаярви и Сартовала. Во всех городах творческий десант представит концертные программы, посвященные теме Великой Отечественной войны. В частности, зрителям покажут выступление под названием «Руны Карельского фронта». Они поучаствуют в интерактивной историко-патриотической игре и увидят уникальные кадры карельской кинохроники военных лет. Их покажут на кинолектории «Человек на войне». Действительно для нас очень важно, что вот этот поезд пойдет именно по территории Республики Карелия и побывает в наших городах. И у жителей будет возможность соприкоснуться с культурой. И, наверное, еще очень важно то, что будет возможность у жителей Республики Карелия побывать и в музее, который будет в месте вагон-музей, где как раз участие железнодорожников в Великой Отечественной войне тоже будет представлено и можно соприкоснуться. Поезд славы – это три вагона, которые во время гастролей по Республике станут гримерками для артистов, гостиницей и передвижным выставочным залом. Там же разместится музей, рассказывающий о труде железнодорожников во время войны. Фестиваль «Воздух» впервые за всю историю своего существования запускает необычный проект на сайте планета.ру. Теперь каждый, кому не безразличен воздух, может в прямом смысле стать одним из создателей фестиваля и помочь ему по мере сил. В 10 лет мы делали «Воздух» в Карелии при поддержке меценатов, партнеров, спонсоров, чиновников и, конечно же, тысяч зрителей. И в прошлом году фестиваль вышел на очень достойный уровень. Сейчас в стране кризис, спонсоров практически не осталось, а федеральный партнер «Информационное наше радио» бессовестно всадил нам нашу спину и пытается отобрать название нашего любимого фестиваля. Но мы не сдаемся, очень надеемся провести его наилучшим образом и знаем, что есть большое количество людей, неравнодушных к этому проекту. Впервые за 10 лет мы запускаем специальный проект «Мне нужен воздух» на сайте планета.ру, благодаря которому каждый человек, как обыкновенный, простой рядовой человек, так и меценат, может помочь фестивалю и при этом получить взамен даже ряд уникальных и интересных бонусов, таких, как, например, объявление хедлайнера со сцены, проход в пресс-центр, экскурсию по фестивалю. Отбросив все предрассудки и комплексы, мы обращаемся за помощью к людям и за поддержкой тем, кому не безразлично и не все равно до того, что происходит на нашей земле. Тем людям, которые хотят помочь нам сохранить этот достойный и яркий проект. Чтобы помочь воздуху и стать его частью, нужно зарегистрироваться на сайте планета.ру, зайти в раздел фестиваля «Воздух» и выбрать то предложение, которое интересно вам. Начало мая, как сообщили порталу Петрозаводск, говорит, в Карельском гидрометеоцентре особо теплым не будет. 1 мая погода определит антициклон, обойдется без осадков, а уже 2 мая погода испортится. 3 и 4 синоптики прогнозируют дожди. Чем заняться на даче, пока сезон посадок еще только приоткрыт, узнаете из передачи «Моя дача». С новостями на сегодня у нас все. Увидимся сразу после рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова